Наши предки знали о том, что в эту эпоху Перехода Великого, которая сейчас началась, мы придём в таком затемнённом состоянии, забудем своё предназначение. Поэтому многие тысячелетия тому назад наши предки создали изустные веды, которые стали передавать из поколения в поколение. И по сегодняшний день мамы и бабушки своим детям читают эти веды на ночь. Что это такое? Это наши русские, народные, украинские, белорусские народные сказки. Посмотрите, наши сказки отличаются очень сильно от всех остальных сказок в мире. Если вы читали, можете сравнить. Нигде ни в одной сказке в мире такого нет, что написано в наших сказках. Посмотрите, сказка «Молодильных яблоков», где серый волк помогает Ивану Царевичу добыть коня, у девчика Василису Прекрасного. Василиса Прекрасная оживляет убитого Ивана Царевича. Сначала мёртвой водой сращивается тело, а потом живой водой возвращается в него жизнь. Владение жизнью и смертью, общением с миром животных, с миром духов, растений — это способности нашего человека. А слышали такую сказку, как «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Вдумайтесь в название хотя бы этой сказки. Это технологически, в общем-то, невыполнимая задача ни для одного человека в мире. Только нашего человека поставь в необычные условия, он пойдёт и сделает. Посмотрите, перестройка на нашей территории длится 20 лет уже. Ни одна страна в мире не выдержала бы подобной разрухи и больше года. Разрушено всё, что можно разрушить. Промышленность, сельское хозяйство, ваше образование, посмотрите, во что превратилось. Это оболонская система, позор для нашей страны. Но мы всё равно 20 лет продолжаем существовать. Любая другая страна в мире уже бы в течение года развалилась. Мы даже в спящем состоянии продолжаем сохранять гармонию, порядок, хотя бы в узком своём кругу, в своей семье, в своём коллективе, в своей стране. И продолжаем жить. Весь мир на нас смотрит, валят и не могут завалить. А мы, как Ванька-встанька, нас вниз, а мы опять вверх. Ну а представьте, если бы мы вдруг проснулись и вспомнили своё предназначение. В этот мир снова бы вернулась любовь, радость и красота. То есть вернулся бы рай. Но кто-то очень сильно препятствует этому. В это вбахиваются огромные средства, чтобы, не дай Бог, вы не проснулись. Отсюда информационная война, отсюда сексуальная революция. Если вы в своём возрасте будете так окунаться в эти сексуальные отношения, как вам пропагандируют, как это замечательно всё и красиво, то вы не то что не пробудитесь и не вспомните своё предназначение, вы упадёте во тьму ещё глубже, чем были до этого. Секс человека — это очень сильная энергия, с ней надо быть крайне осмотрительным и внимательным, надо понимать, для чего она данная, с какой целью её надо использовать. Сказки, между прочим, читают деткам не зря, в возрасте до 10 лет. Оказалось, что в этом возрасте, сейчас уже гораздо старше, память, вот эта древняя память на уровне архетипов, находится в возбуждённом состоянии. И если ребёнку читать в этом возрасте настоящие сказки, а сказки настоящие надо сейчас найти, если вы захотите их перечитывать, то вам придётся искать книги изданиями до 60-х годов. После 60-х годов сказки стали переписывать, а последние 10 лет сказки переписали так, что эти книги не то что читать, их даже в руки вредно брать, потому что ритм сказки нарушен. Сказка — это определённый ритм. Наши русские сказки написаны в таком ритме, который соответствует ритму древней памяти нашей. И когда ребёнку читаешь настоящую сказку, этот ритм сказки совпадает с ритмом памяти, и ребёнок просыпается, наступает резонанс. Если вы физику изучали, что такое резонанс, должны знать совпадение частот. И ребёнок никогда не задаёт вопросов, почему курочка золотое яичко снесла, почему Василиса прекрасно оживила убитого Иван-Царевича мёртвой живой водой. Он прекрасно знает свои возможности и понимает своё предназначение. Если родители такого ребёнка не задалбывают материализмом потом, то он и дальше в жизни будет выполнять своё предназначение. А посмотрите, какие родители не задалбливают. За большим исключением только те, кто хоть что-то понимает. А в основном что делают ребёнком с ребёнком? Опускают его в материализм. Поел, поспал, сходил на горшок и хорошо. Купили одеться, обуться, книжки дали в руки, читай. Посмотри телевизор, посмотри компьютер и всё. Детей наших, сами родители, из-за своего невежества опускают. А потом разводят руками, плачут и говорят, а почему так? Почему я ребёнка своего не понимаю, а он не хочет слушать меня? Задумывайтесь, вы свою жизнь только начинаете. Наши оппоненты, ещё раз повторяюсь, прикладывают огромные усилия, чтобы вы оставались в невежестве. Им это очень выгодно, невежественным человеком легко управлять. В её сознание вставляется информация, которая теперь вы знаете, что с вами происходит, если вы начинаете вот так воспринимать всё угульно. О качествах нашего человека знает весь мир. Я сейчас вам напомню одну сказку, пройдясь по которой, вы сами начнёте потихоньку осознавать свои возможности, то, чем вы владеете. Если вы не против, конечно. Я вам напомню сказку, которая называется «Царевна лягушка». Все её хорошо знают, поэтому к этой сказке я и обращаюсь. Мы быстренько пройдёмся поначалу, до середины, и там поговорим. Помните, в сказке Иван Царевич пустил стрелу, стрелу поймала лягушка, он принял её домой, отец даёт задание своим сыновьям, чтобы будущие жёны спекли каравай. Все пекут каравай, царевна лягушка лучше всех. Отец удивлён. Тогда он даёт другое задание своим сыновьям, чтобы будущие жёны сплели ковёр. Все плетут ковёр, царевна лягушка опять лучше всех. Отец говорит, сыновья мои, хочу взглянуть на ваших будущих жён, приведите их ко мне на пир. Иван Царевич расстроился, пришёл домой, расплакался. Царевна лягушка его спрашивает, почему ты плачешь? Он говорит, как же мне не плакать? Отец сказал принести тебя на пир. Как же я тебе лягушку людям покажу? И что она ему отвечает? Не плачь, Иван Царевич, не тужи, ложись спать, а утро вечером мудренее. Утром, когда он его разбудил, она отправила его на пир одного и сказала, когда услышите гром гремит, скажи гостям, чтобы не боялись, и скажешь им, это моя лягушонка в коробчонки едет, и выйдешь меня встречать. Так и произошло. Когда он проснулся, отправился на пир, на пиру услышал гром, успокоил гостей и подошёл к двери, чтобы встретить её. Когда дверь распахнулась, кого он перед собой увидел? Я сожгу. И он сказал, ты, Василиса, прекрасная. Он взял её за руку, и между ними возникла что? Любовь. Между ними возникла целостная любовь, которая объединила их навсегда. Вы помните, он посадил её за стол. За столом она в один рукав вливает вино, в другой вбрасывает кости и выходит в зал танцевать. А в зале по сказке звучит тихая, красивая музыка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!